Я считаю, что это замечательная дата апрельская, когда всех жителей Владикавказа, республики, социальные сети порадовало такое явление, как зацветание магнолии. И причем не просто дерево магнолии, а самый старый магнолий в нашей республике. По рассказам очевидцев, старожилов, в частности, Суслана Кулова, оно было посажено еще до революции и предполагают, что ему 108 лет. Но это много. Остальные магнолии, которые я знаю в республике, дендрари, на приусадебное участие, они гораздо моложе. Такое дерево – это реликторитичного периода, во-первых. Это одно из древнейших и семейств, и родов, и видов во флоре земли. Это потрясающий и интересный объект, достаточно хорошо и успешно адаптирован к нашему климату. И устойчивый, даже в суровые зимы не вымерзают. То есть это как бы хороший повод для того, чтобы внедрять ее шире в культуру, в зеленое насаждение. И плюс ее декоративные качества. Вот сейчас подойдем к дереву, нет листвы, голые ветки и огромные цветы. Это уникальный ботанический феномен, который на Томаева-8 растет в нашей республике. Оно самое старое, как я уже говорил, самое рослое среди всех и самое большое в диаметре. Ну понятно, почтенный возраст больше века уже. Остальные магнолии, они гораздо скромнее по размерам. И вот оно привлекает внимание именно своей декоративностью. Ранняя весна сейчас, магнолий цветет вовсю. Крона пышная, белые или розовые цветы. И все радуются, обмениваются друг с другом фотографией. Такое декоративное, такое ажурное растение с огромными цветами, невольно привлекающее внимание, у людей вызывает улыбки на лицах. И я смотрю на людей, когда они любуются, они вроде добрее сами становятся душой. Ведь магнолия наша, красавица нашей флоры, как говорят, она цветет недолго. Период ее цветения от 10 до 15 дней в среднем. Потом уже цветы увядает, ну понятно, появляются плоды, семена и так далее. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем зрителям нашим, вообще к жителям, спешите поймать этот момент и полюбоваться вот этим замечательным растением декоративным. Субтитры создавал DimaTorzok